В Бресте сегодня состоялось торжественное открытие отборочного этапа областных соревнований среди детей и подростков по футболу на призы президентского спортивного клуба «Кожаный мяч». Впервые такие соревнования провели в 1964 году. Тогда победителем всесоюзного финала стала минская команда «Чайка». После распада Советского Союза состязания юных футболистов Беларуси возродились только в 1997 году. Теперь в них могут участвовать лишь те ребята, которые не занимаются в футбольных школах и академиях. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила эти соревнования. И мы традиционно проводим их уже в течение 10 лет. Эти соревнования проходят под патронтажем президентского спортивного клуба. Ежегодно в них принимают участие до 24-х команд. В них принимают участие мальчишки. А три года тому назад в этих соревнованиях начали участвовать и девичьи команды. В течение нескольких часов за звание лучших боролись мальчики и девочки из разных уголков региона. Они показывали не только интересную игру, но и стремление к победе. На поле кипели нешуточные страсти. Бесспорно, что такой вид спорта нужен подрастающему поколению. Ведь он объединяет, дарит массу положительных эмоций и укрепляет здоровье. 24 команды победителей районных этапов боролись за право выступить в финальном турнире и республиканских соревнований. Среди детей и подростков по футболу кожаный мяч. На призы президентского спортивного клуба. Эти ребята уж точно знают, чего хотят и к чему стремятся. А тренеры в свою очередь отмечают, в таком возрасте у ребят достаточной энергии и желания показать максимально высокие результаты. Были в том году у нас мальчики. Мы в том году выиграли республику, первое место заняли. И решил взять девочек, попробовать что-то новое, как с девочками работать. Но с девочками труднее, намного труднее работать. Мальчики более к футболу склонные, а девочки стараются. Три тренировки каждую неделю у нас девочки отлично ходят, стараются, занимаются. Динамично и с характером. Именно такими словами можно описать турнир по футболу среди молодых спортсменов. Уже в первой встрече ребята кубринской команды померились силами с командой из Бреста. И вот на первых минутах матча гол в воротах кабринчан. Но они не расстраиваются и продолжают стараться и демонстрируют все свои навыки и умения, которым научились за год. Я решил заниматься футболом, потому что я всегда смотрел футбол, мне понравилось это. И я решил начинать играть в футбол. Для меня тренировки не слишком сложны, но если упорно тренироваться, то можно стать хорошим футболистом. Я начала заниматься футболом, увидела, как мальчики нас во дворе играют и заинтересовались. И начала играть в футбол, и записалась на кружок футбола. Мы играем, это дает удовольствие, не главное победа, главное участие. У меня раньше занималась футболом сестра, и она меня подтянула. И мне понравился этот спорт, и я начала им заниматься. Действительно, чтобы хорошо тренироваться и упорно трудиться, можно стать не только хорошим футболистом, но и попасть в команды к тренерам футбольного клуба «Динамо Брест». Для них футбол пока любительский. Они, участвуя в этих соревнованиях, получают очень много возможностей для того, чтобы перейти на другую ступеньку, попасть уже в серьезные учебно-тренировочные группы. Этих ребят отслеживают. На этих соревнованиях будет присутствовать много тренеров, которые по результатам этих соревнований смогут произвести отбор, пригласить лучших спортсменов, конечно же, в свои учебно-тренировочные группы. Это один шажок, очень такой значительный, большой футбол. После завершения областного этапа команды-победительницы получат право представлять Брестскую область на финальных республиканских соревнованиях.